Если вы видите, что лопатка ушла вот сюда, прям вот-вот-вот-вот здесь, а это может быть и одна, и вторая лопатка, две, такое может быть у человека, да? Это с органом может быть связано, с легкими там и так далее. Но сам факт, допустим, эта лопатка вот сюда уходит. Если она уходит вот сюда и вверх, значит, кто-то ее туда тянет. Кто ее туда может тянуть? Мышца, поднимающая лопатку, вверх, к первым идет, к шейным позвонкам непосредственно от лопатки. И трапециевидная верхняя порция. Сюда, все, они подняли вверх лопатку. Почему так произошло? Потому что слабые мышцы, которые вот здесь держат, ниже, ее должны схватить с медиального края вот сюда, подтянуть вот сюда. И нижние должны подтянуть ее вот сюда. Зубчатая передняя и ромбовидная большая. Это мышцы слабые. Соответственно, и скрепление, вы уже понимаете, что они крепятся. Ромбовидная большая первые четыре и уходят вот сюда к медиальным. Значит, нужно отработать вот здесь, по медиальному краю лопатки, вот тут, раз, 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 по самой лопатке отработать триггера. Понятно? Вторая точка, первая, четыре, к поперечным отросткам крепятся вот здесь. Раз, раз, раз отработать. Здесь прям валик такой будет полноценный. И здесь будет укорочена трапеция, вы ее тоже будете видеть. Поэтому вы заходите немножко как бы сбоку, как бы сбоку вот туда. Есть? Прекрасно. Дальше вам нужно отработать среднюю и нижнюю трапецию вот тут, вот эту мышцу, для того, чтобы они как раз стабилизируют лопатку в этой плоскости. Их отработали. Следовательно, это дает вам уже изменение положения лопаточки, она немножко расслабляется. Здесь отработали, здесь отработали. Все. Дальше вы должны убрать. После того, как вы включили, вы как бы включили мышцы, триггера убрали. Убрать. Вот сюда зашли сверху с дырки, убрали укорочение мышцы, поднимающие лопатку. Понятно? Тут, туда же трапеция. То есть вот вы раз попали, все, опа, мышцы здесь уже расслабились. Ай, болезненность ушла. Как только вы включили эти мышцы, трапеция здесь уже станет мягче. Но она по факту там сразу раз и мягкой стала. Почему? Потому что ей теперь не нужно держать. Она немножко расслабляется. Но в ней могут быть тоже триггера. И триггерные зоны, и эта часть как бы длинного разгибателя шеи, все вот это, и трапециевидные мышцы, и вы отрабатываете чаще всего, еще раз, это будет в проекции четвертого позвонка грудного. Здесь точка, ай, больно. В месте перехода, из более подвижного в меньшее, шестой примерно шейный позвонок. Здесь, ай, больно. Следовательно, вы точно так же отрабатываете сбоку по периферии эти триггерные зоны. И отработали длинный разгибатель шеи, то есть непосредственно шейный отдел здесь. Ременную мышцу опять-таки до четырех грудных. Прекрасно сделали. Если вы видите, что есть изменение плеча кпереди, вот так вот, да, значит уже есть изменение и в дельтовидных мышцах. Вы зашли в дельту, в среднюю, вот сюда, раз, ай, отработали здесь саму дельту. Можете даже ручку вот так вот приподнять, вот так, и вот отсюда отработать. Отработали. В передней плоскости здесь будет укорочение, скорее всего, в проекции малой грудной мышцы, к плечу, к головке, там, плечевой кости частично идет. Отработать здесь, в месте крепления. Или вы можете отработать непосредственно вот-вот в этом угле, вот он угол, да, акромиально-ключительное сочинение, акромион лопатки, плечевая кость. Вот здесь будет треугольничек, вот здесь пальчиками, раз, ай. Здесь часто компрессия нерастудистого пучка по локтевому нерву и так далее, а не менее слабости, трапециевидные мышцы. Здесь отработали. Отработали здесь, то есть включили мышцу, включилась дельта задняя. Прекрасно. Повернули, ну, отработали дальше этот короткий разгибатель шеи, да, повернули человека с этой стороны и теперь уже с этой стороны. Ключица, подключичная мышца здесь, середина, сделали. Зашли, лестничные мышцы, укорочение здесь убрали, укорочение здесь убрали. Малые грудные укорочения, здесь укорочение, здесь возможно доработать, необходимо зубчатые еще с этой стороны отработали. Прекрасно. Посмотрели диафрагму, как она дышит, лучше начал дышать. Здесь тоже можете посмотреть получше, получше, прекрасно. Зашли шею с задней стороны, посмотрели по шее, по расположению позвонков. Все хорошо, окей, где-то есть напряжение. Если есть где-то напряжение, то в стороне, где есть напряжение, допустим, здесь напряжение, здесь позвонок немножко в эту сторону смещен, да? Или может быть такое не смещено, но напряжение еще остается. Вы просто берете эту, если с этой стороны напряжение, да? Можете лечь на спину, я просто покажу, чтобы на камеру, к примеру. Допустим, с этой стороны у человека напряжение, с правой стороны, да? То есть я беру в месте крепления, расслабьте голову только, расслабьте. Сближаю просто места крепления И тогда сблизив места крепления Отрабатываю еще длинный разгибатель шеи и трапецию Понятно? На сближение Где-то есть еще триггер Скорее всего будет триггер где-то в месте перехода Прекрасно отработал этот триггер И дальше остается Здесь сделали, здесь сделали Длинный разгибатель сделали Короткий разгибатель сделали Поработать с грудиной ключи с сосцевидными мышцами То есть сблизить место крепления Спереди отработать по всей цепи От сосцевидного отростка до ключичной порции До грудины Посмотреть мышца расслабленная, мягкая В солнышке должна быть, но при этом мягенькая То же самое с другой стороны Сделал одну сторону, сделал другую сторону И тогда тренировка мышцы Все Кажется много, но на самом деле все очень просто